Сегодня 1 апреля, 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Именно поэтому книжный магазин «Букинист» устраивает выставку, посвященную классику, и выступает со смелой акцией переименования одного микрорайона города и установкой нового памятника. Книжная точка, как предпочитает называть магазин «Один из руководителей», существует с 2011 года. Переездов книги пережили множество и в разные места. Но уже с 2011 года магазинчик обосновался в уютном подвале на Карла Маркса. Несмотря на то, что сейчас в «Букинисте» практически никого нет, по вечерам здесь жизнь кипит. Концерты бардовской и фолк-музыки, литературные чтения и выставки – для магазина привычные мероприятия. Николай Васильевич Гоголь, один из ведущих великих русских писателей 19 века, вошел в нашу классическую литературу как писатель, некоторым образом, особенный. Он и мистик, он и реалист, как мы видим в «Мертвых душах». К этому поводу мы организовали небольшую выставку. Выставку, посвященную книгам Николая Васильевича Гоголя. Сергей Бармаков руководит книжным клубом при «Букинисте». Он с радостью показывает нам свои книжные владения и рассказывает про то, как появлялась та или иная книга в этом магазине. Инициативность Сергея проявляется не только в собрании любителей читать, но и в активном участии в жизни города. Дорогие ульяновцы, дорогие симбиряки, симбирцы, симбирянки, еще раз хочу поздравить с 1 апреля, с днем рождения Николая Васильевича Гоголя, которое я уже сказал, случилось 210 лет назад. Ровно 10 лет назад. Мне очень хочется выступить с такой инициативой. Собрать деньги еще на один памятник в нашем прекрасном городе. Ну, уже памятник Николаю Васильевичу Гоголю. Собрать деньги? Ну, я считаю, что этого мало. Мы предлагаем переименовать один из наших районов, нашего города, Киньяковку. Посильную помощь в установке памятника могут оказать не только те, кто любит читать, но и каждый житель нашего города. Валерия Чурова, Константин Никитин, репортер 73. Продолжение следует... Продолжение следует...